12 причин, почему Мопед Альфа по-прежнему хит продаж Россия – одна из немногих стран, где Мопед Альфа является хитом продаж в мототехнике. Большинство стран, покупателей китайской мототехники, предпочитают что-то другое. Легкие мотоциклы, скутеры, кабы или по-другому скутереты. В России же, в силу исторических и других особенностей, начиная с 90-х годов, когда стала импортироваться первая мототехника, именно Мопед Альфа занял самую большую долю рынка, и по сей день остается хитом продаж. Это обусловлено целым рядом причин, который действует на выбор покупателей в совокупности, в пользу именно Мопеда Альфа. Итак, основные причины. Первая причина – это цена. На сегодня, июля 2021 года, Альфа может купить по цене от 50 до 60 тысяч рублей. В течение многих лет Альфа остается самым доступным по цене мототехникой. При относительно невысоком среднем достатке большинства людей в России, ее может купить любой человек. Вторая причина – новый. Есть немало людей, которые нормально относятся к владениям бывшим в употреблении товарами, но большинство все-таки хочет купить новую вещь. Ощутить себя ее первым хозяевом. Так вот, за 50-60 тысяч рублей Мопед Альфа будет новым. Иногда можно встретить мнение людей, которые противопоставляют Альфи БУ японские скутеры, или полуживые УБР-савита. Но покупатели голосуют рублем. Новый есть новый. Третья причина. Минимум законных барьеров. Мопед не нужно стоять на учет в ГАИ. Получай сарфовку. Платить за него набор пошлин. Нужны права категории М, или любой категории старше, то есть А, Б, С. И возраст от 16 лет. Четвертая причина. Похож на мотоцикл. Здесь подразумевается конструкция мотоцикла. Если предложить жителю Азии, Африки или Латинской Америки купить Мопед Альфа, он, скорее всего, только в ней довольно поморщится. Этот тип конструкции ему так же близок, как, например, борщ или соленые гурцы. Он лучше купит скутерету, которая напоминает более престижную, по его мнению, Хонду Супер Кап. В России же мопеды знают со времен Советского Союза. Мопед должен быть похож на мотоцикл, только поменьше. Нормальный мужик перекидывает ногу через высокую раму Альфа, ставит супни на подножки, как у мотоцикла, смотрит на приборную панель, как у мотоцикла, выжимает сцепление, переключает передачи и не любит пластиковый цветастый обвес, как у хрустиков. Пятая причина. Универсальный набор технических характеристей. Колеса на 17, теклевитый двигатель, коровка передачи четырьмя передачами, возможно перевозить второго человека, наличие багажек мест. Альфа по конструкции дорожный мопед, но годится и для грунтовок, где часть всего ее используют. Шестая причина. Подходит большинство людей по эргономике. Альфа на самом деле маленький мопед, людям высокого роста от 180 см. Он не очень удобен для длительной эксплуатации, но просто кататься пойдет. Также снимал модификации с немного другой конструкцией, например, Кольт или Триклер, которые будут удобны и более высоким людям. Также Альфа легкий мопед, с классической посадкой, что подходит любому человеку, в отличие, например, от многих мотоциклов. Седьмая причина. Самые распространенные запчасти. У Альфа десятки исполнений. Чем дольше то или иное исполнение модели находятся в продаже, тем более доступны на нее запчасти. Но в целом, запчасти на Альфа наиболее распространены и наиболее дешевы. Восьмая причина. Высокая ликвидность. При продаже Альфа, как и любой другой товар, существенно потеряют в стоимости. Но продать ее будет проще, чем многие другие виды мототехники. Девятая причина. Надежность. Простая конструкция Альфа изучена вдоль и поперек. Не только производителями, но и потребителями. Даже если что-то пошло не по плану, отремонтировать Альфу будет проще и дешевле, чем другой мототехник. Десятая причина. Большой выбор. Доступность. В продаже по всем ясно можно найти десятки моделей мопедов типа Альфа. На любой вкус и кошелек. Одиннадцатая. Экономичность. Кошь от Альфа около 3 литров, 92-го бензина от 100 км. Неплохо. При цене бензина сегодня около 45 рублей за литр. И двенадцатая причина. Годится для начинающих. Альфа сейчас покупает тех, кто вообще никогда не ездил на мотоцикле. Это легкий мопед. Управлять им несложно. А научившись переключать передачи и выучив другие необходимые навыки, можно при желании уже присматриваться их к мотоциклу.